Российская серия кольцевых гонок провела минувший уикенд на трассе Смоленское кольцо. Это был последний этап российского чемпионата, который прошел без зрителей на трибунах. Хотя жаркая солнечная погода собрала большое количество фанатов автоспорта вокруг трассы. В классе Туринг Иван Лукашевич нарушил гегемонию представителей команды Lada Sport Rosneft. Он не просто выиграл первую гонку, но и собрал большой шлем, присовокупив дополнительные очки за полупозицию лучший круг. Впрочем, представители Lada тоже не остались без кубков. Михаил Митяев занял третье место, оставив серебряную награду Григорию Бурлутскому. Во втором заезде произошло невероятное. Алексей Дудукало на старте отыграл три позиции, возглавил гонку, а к финишу отрыв ветерана составил почти 12 секунд. На втором месте гонку завершил Павел Кальманович. Однако 15-секундный штраф отбросил его из тройки лидеров, в которую таким образом вошли Кирилл Ладыгин и Клим Гаврилов. В зачете Super Production начало победам положил Владислав Незванкин. Его партнер по команде Андрей Петухов финишировал третьим, пропустив вперед только Николая Виханского. Правда, во второй гонке им не нашлось места на подиуме, который заняли победитель заезда Вадим Антипов, а также Николай Виханский и Александр Гармаш. Первую гонку класса Touring Light выиграл Роман Голиков, но второе место Владимира Шишенина не менее ценно. Лидер чемпионата добыл его, стартовав четвертым. Тройку призеров этого заезда замкнул Андрей Севастьянов. Вторая гонка Touring Light осталась за Владимиром Шишениным, вслед за которым финишировали Николай Карамышев и Владимир Черевань. В категории S1600 Василий Кораблев лидировал всю гонку, уверенно закончив ее первым. Борьба за вторую и третью ступени пьедестала была горячей, но по итогу их заняли Алексей Савин и Руслан Нафиков. На следующий день лидерами опять были Кораблев и Савин, а третьим приехал Борис Шульместер. Ефима Гантмахера дисквалифицировали из-за одного дворника вместо двух. Во второй половине сентября фанатов и гонщиков встретят другое кольцо – Нижегородское. Притом билеты на гостевые трибуны уже продаются. А финалом нынешнего сезона станут октябрьские заезды на трассе «Крепость Грозная». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова